Добрый вечер! В эфире телеканала CBC и радио CBC FM новостной выпуск с обзором событий к этому часу в студии Эльна Ралиева. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товары и услуги более 150 компаний представлены на открывшейся в Баку выставке под названием «Гейдар Алиев. Азербайджанское предпринимательство». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне вооруженные силы Армении с позицией в направлении населенного пункта Бурун района гора Кельсе с перерывами подвергали позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Об этом сообщили Минобороны Азербайджана. Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем направлениям. В то же время члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены. Ведется работа по определению точных дат следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Об этом сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, как правило, точную дату встречи сообщает страна-координатор, организующая встречу. Ранее пресс-секретарь МИД Армении Аня Бадалян заявила, что запланированные на следующую неделю в Вашингтоне переговоры отложены по просьбе азербайджанской стороны. Азербайджанские экологи бьют тревогу из-за опасного проекта США и Армении. Неправительственные организации сделали заявление, в котором обратились к международному сообществу с призывом обратить внимание на строительство Армении и металлургического завода на границе с Нахчеваном. Факт несогласования с Азербайджаном в создании такого предприятия является нарушением норм международного права. Представители НПО призвали армянских и турецких экоактивистов также не молчать об этом, так как завод нанесет вред экологии не только Азербайджану, но и соседним странам. Строительство Армении крупного металлургического завода на границе с Нахчеваном является грубым нарушением норм и принципов международного права. С таким заявлением обратились азербайджанские НПО к программе ООН по окружающей среде, ВОЗ и другим международным организациям. Азербайджанские экоактивисты также направили обращение к правительству США, ведь именно штаты инвестируют 70 миллионов долларов на строительство. Известно, что высота здания составит 30 метров, площадь 16,5 тысяч квадратных метров, а производственную мощность будет составлять 180 тысяч тонн в год. Заявление, которое мы сегодня распространили, самое малое, что мы можем сделать. Строительство этого металлургического завода принесет огромный вред окружающей среде всего региона. Если этот завод начнет работать, то экологическая катастрофа неизбежна. Азербайджанские земли подвергались экоциду все годы оккупации. Мы можем вспомнить реку Охчучаев, которую Армения сбрасывала отходы с горнодобывающего предприятия. Я считаю, что все должны объединиться и делать всё возможное, чтобы мировое сообщество обратило внимание на незаконную деятельность Армении. Потому, как я уже говорил, это будет катастрофой для всего региона. Токсичные химические отходы металлургического завода могут нанести серьёзный удар по экосистеме региона. Риск сброса его отходов в реку Арас является тревожным сигналом, ведь эти отравленные воды могут уничтожить всю экосистему реки. Не менее опасны они и для обширных хозяйств, использующих воду реки Арас для орошения. Эксперты уверяют, строительство завода лишь усугубит и без того непростую экологическую ситуацию, сложившуюся в регионе. Как мы знаем, Армения до сих пор продолжает эксплуатировать Смитсаморскую АЭС, срок использования которой закончился много лет назад. Все вредные отходы с электростанции сбрасывают в реку Арас. Это влияет на продовольственную безопасность Азербайджана. Плора и фауна реки отравляется, что приводит к возникновению у людей опасных заболеваний, порой даже приводящих к летальному исходу. В последние годы участились случаи заболевания онкологии. Это очень опасная тенденция. В 2022 году ООН признала чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду одним из прав человека. Совершая экологические преступления, Армения игнорирует цели устойчивого развития ООН. В частности, третью цель об обеспечении здоровья каждого человека, шестую о чистой воде и санитарии, тринадцатую о борьбе с последствиями изменения климата и пятнадцатую о защите почвенных экосистем. Представители НПО отмечают, что строительство металлургического завода представляет большую опасность не только для Азербайджана, но и для Армении и Турции. Они думают, что отходы, которые будут сбрасываться в реку Арас, навредят только Азербайджану. Это не так. Армения также не останется в стороне. В то же время в опасности находится и Турция. Как вы знаете, Арас протекает на территории Азербайджана Армении и Турции. Поэтому мы призываем армянских и турецких экоактивистов выступать против строительства завода. Строительство такого предприятия, как металлургический завод на границе без согласования азербайджанской стороной, является грубым нарушением Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанной в финском городе Эспоу. Азербайджан и Армения являются сторонами этой конвенции. Исходя из положения документа, должна быть проведена работа по оценке воздействия деятельности этого завода на окружающую среду. Оценочный документ о строительстве должен быть рассмотрен соответствующими структурами Азербайджана. Несоблюдение Армении этих требований еще раз свидетельствует о том, что Армения проводит деструктивную политику в регионе, грубо нарушает положение международных документов и обязательств, стороной которых она является. Эллада Мамедова, Фарид Лачинов, CBC. Тему мы продолжим с доктором юридических наук, чрезвычайно полномоченным послом Намиком Алиевым. Он с нами на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер, Армения. Ну вот видим, как Армения готовится к строительству крупного металлургического завода на территории Араздыяна, граничащий с Нахчеванской автономной республикой. И известно, что строительство завода приведет к загрязнению воздуха токсичными отходами. Село Араздыян, надо отметить, где будет располагаться завод, находится на берегу реки Арас. Соответственно, отходы завода будут сбрасываться в эту реку. А это грозит экологической катастрофой. И это значит, что Армения в очередной раз грубо нарушает нормы и принципы международного права. Экологи бьют тревогу. Давайте вспомним печальную судьбу реки Ахчучай. Ну, совершенно верно. Обращайтесь и к предыдущим фактам, то есть к истории аналогичной деятельности Армении, армянского руководства, армянской общественности. Вы посмотрите, пожалуйста, рассматривать этот факт как единичный, как какой-то случай, это просто неправильно. Потому что здесь, вот и в передаче, которая шла до того, как я подключился, очевидно было, что Армения как бы последовательно нарушает все принципы и нормы, международно-правовые нормы, связанные с экологией. То есть нормы международного экологического права. Прежде всего, следует отметить, что сам факт строительства этого предприятия без согласования с азербайджанской стороной является нарушением международной конвенции ЭСПО, которая была принята в 1991 году. Называется она «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». И Азербайджан, и Армения являются подписантами этой конвенции, сторонами этой конвенции. Исходя из положения этой конвенции, должна была быть проведена работа по оценке воздействия деятельности этого завода на окружающую среду. И этот оценочный документ должен быть рассмотрен в соответствующих структурах Азербайджана. Кроме того, должны учитываться мнения азербайджанцев, которые проживают вблизи вот этого региона, то есть азербайджанцев Нарчеванской автономной республики, а также жителей Турции, которые находятся недалеке от этого предприятия. Здесь это не единственный документ, который нарушается, собственно говоря, армянской стороной. Международный документ, международно-правовой документ. Мы имеем целый пакет международных документов, которые нарушаются. Здесь говорили о целях устойчивого развития ООН и перечисляли конкретные пункты, конкретные цели, обозначенные в этом документе, который нарушает армянская сторона. Но помимо всего прочего, это и нарушение прав человека. Я уже говорил, что должно учитываться мнение жителей этого региона, поскольку они имеют право на чистую, здоровую, устойчивую окружающую среду, в которой они проживают. Это их право, которое было признано ОООН, и это право сегодня нарушается. Знаете ли, я думаю, что предыдущая история с рекой Охчичай, которая загрязнялась отходами предприятия, построенного совместно с германской стороной, Арменией совместно с германской стороной. Те факты, которые мы имеем место, скажем, сегодня, это высушивание Сапсанского водохранилища и как следствие этого высыхания Суговушанского водохранилища. Предшествующими этим фактам экологических преступлений, экологического терроризма, уничтожение экосистемы на оккупированных территориях, фактически уничтожение и флоры, и фауны этого региона, уничтожение уникальных реликтовых деревьев, создание фактически условий, когда на этих территориях мы имели место с экологической катастрофой. Все это доказывает то, что армянская сторона не относилась к этим территориям, оккупированным территориям, как к своим. Они знали, что это территории не принадлежат им, это территории оккупированные, и они рано или поздно идут с этих территорий. Они совершали преступления для того, чтобы создать проблемы для азербайджанцев, которые вернутся на эти земли. То же самое, обратите внимание, происходит сейчас в той части Карабаха, где располагается миротворческий контингент, российский миротворческий контингент, где осталось этническое армянское население. И здесь же опять-таки совершаются экологические преступления. То есть здесь имеет место опять-таки понимание, что это не их земли, что они здесь пришли. И вот совершая подобный экологический экоцид, экологический геноцид, они фактически подтверждают, что они временные на этих землях. То же самое сегодня. Они пытаются, очевидно, я так понимаю, доказать всему миру, что и Армения не их земля. Они прекрасно это понимают, прекрасно это знают. И, в принципе, удивительно, проживая на этих землях, они совершают экоцид на этих землях. Мало того, что упорное сопротивление при остановлении деятельности атомной электростанции, в то время, когда мы все прекрасно понимаем, насколько она устаревшая и насколько она опасна для всего региона, сопротивление вот этому процессу, предпринимаемые меры для того, чтобы продлить деятельность этой станции, они сидят сами на пороховой бочке и совершают совершенно необдуманные, непоследовательные шаги. Вслед за этим мы сегодня имеем информацию и говорили об этом, о строительстве этого завода. Это последовательные совершения экологического террора. И я думаю, что мы все уже привыкли и знаем прекрасно термин, который имеется в научном обороте. И юристы, политологи, все те, кто связан с конфликтологией, все прекрасно знают этот термин, армянский терроризм, он признан во всем мире, но составную часть этого понятия составляет экологический терроризм, армянский экологический терроризм. И мы понимаем, что он сегодня актуализируется, он сегодня подводит нас к той черте, когда необходимо принимать срочные меры, принимать меры, которые должны предотвратить экологическую катастрофу в нашем регионе. Я думаю, что эти преступления, которые совершаются армянской стороной, они должны быть осуждены, во-первых, мировым сообществом, во-вторых, не просто осуждены, а должны быть приняты реальные действия, действенные меры для того, чтобы предотвратить опасные последствия, которые могут наступить в результате того, что происходит. Но помимо этого, для того, чтобы этого всего достичь, необходимо, прежде всего, наказать виновных, которые совершили и предыдущие преступления, и пытаются совершить нынешние. Поэтому я думаю, что ни в коем мере нельзя успокаиваться до тех пор, пока не будут приняты действенные меры по приостановлению строительства этого предприятия и предотвращению возможности его строительства в будущее. В то же время необходимо довести до конца все те дела, которые связаны с ответственностью Армении по нанесению экологического ущерба Азербайджану, потому что вот это ощущение безнаказанности, которое у них есть, оно и позволяет им сегодня совершать эти преступления. И вот мы видим, Намика Майлина, получается, что вот эти шаги, действия, которые совершает Армения, в целом угрожают безопасности региона, в том числе, вот мы наблюдаем, сейчас идет активизация переговорного процесса, и заявление и действия, которые озвучивает армянская сторона, является такой некой помехой в вопросе нормализации отношений, мы, например, можем поговорить о заявлениях секретаря без Армении, в принципе, он неоднократно уже выступает с обвинениями в адрес Баку, на фоне как раз-таки активизации переговорного процесса, звучат абсурдные высказывания о том, что якобы Азербайджан пытается провалить реализацию достигнутых договоренностей, применять силы угрозы ее применения, хотя и то есть это говорит страна, которая в свою очередь осуществляет военные провокации на границе, вооруженные силы Армении обстреливают практически каждый день позиции азербайджанской армии, как следует вот на такую реагировать? Ну это абсурд, потому что все те, кто не то что участвует, а хотя бы даже интересуется этим переговорным процессом, они видят, что у Азербайджана четкая позиция, и она, скажем так, обоснована юридически с точки зрения международного права, и она достаточно понятна всем, то есть все те, кто привлечен к этому процессу, они все видят, что Азербайджан высказал достаточно четкую и предложил достаточно аргументированную позицию, которая воспринята международным сообществом тем, кто осуществляет последнические функции в этом процессе. Мы вызвали пять принципов, которые соответствуют нормам международного права, фактически они дублируют нормы международного принципа международного права, которые общеприняты, которые известны во всем мире и которые принимаются всем мировым сообществам. И в этой ситуации мы говорим, что кроме вот этого мы больше ничего не требуем. Мы требуем, чтобы в мирном договоре были отражены эти принципы. В конце концов, после долгих сопротивлений армянская сторона приняла эти принципы, убедившись в том, что у них нет никаких аргументов, чтобы их отклонить. А что происходит дальше? А дальше под всякими, любыми предлогами они затягивают переговоры. Договариваясь об одном, они потом отказываются от этого, потом начинается заново возвращаться к тем же вопросам, снова отказ, заявление Пашиняна, которое мы с вами все слышали о том, что ситуация такая, что мы в любой момент можем аннулировать или аннулить те договоренности, которых мы достигли. То есть идет абсурдное, ненадежное, абсолютно неоправданное ничем, игра слов, отказ от прежних договоренностей, попытка затянуть переговорный процесс с надеждой на то, что как-то что-то изменится и возможно мы будем иметь возможность вернуться на круги своя, вернуться к тому статусу, которое было в свое время. Они не понимают, что поезд ушел. Речь о возврате к тому, что было, уже просто не идет и это просто невозможно. Речь идет о том, что Азербайджан восстановил свои территории, свои границы. Азербайджан четко контролирует ситуацию. И когда мы говорим о том, что мирный процесс необратим, это не просто слова, это то, в чем, собственно говоря, армянская сторона уже убеждается, я думаю, что, надеюсь, что убедится. И все попытки, в общем-то, затянуть переговорный процесс, помешать ему, вот все стремления, которые мы наблюдаем со стороны армянской стороны в отношении тщетных попыток затормозить этот процесс, это все достаточно несерьезно. Кстати, вот здесь следует отметить, что именно вот этот экологический перор, он является того, что армянская сторона прекрасно понимает необратимость этого мирного процесса, необратимость того, что они вынуждены будут подписать и мирные соглашения, и, значит, пройти процесс делимитации, демокрации границы. Когда это будет, понятно, что они будут это затягивать, стремиться к тому, чтобы как-то где-то затянуть все эти процессы, но он необратим. Этот процесс идет, он будет. И, в принципе, армянская сторона, я надеюсь, что в какой-то момент поймет, что в ее же интересах сделать это как можно быстрее, потому что чем дальше, тем тяжелее ей будет отстаивать свои интересы с их точки зрения. Посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо вам большое, Намик Малим, что подключились к нам. На связи со студией был доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Намик Алиев. Продолжаем наш выпуск. Прямой диалог между Баку и Ереваном является ключом к прочному миру. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведан Патель. Он отметил, что не собирается подтверждать какую-либо информацию о возможных датах. Однако США с нетерпением ждут проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают работать над достижением мира в регионе Южного Кавказа. 1 мая в США состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США Энтони Блинкиным. После этого была проведена двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзаяна. Министры обменялись неями о текущей ситуации, а также изложили свои позиции по нормализации отношений. Главы МИД и их команда достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам расходятся. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая. Мероприятие «Восстановление мир и интеграция, энергия, экономика, окружающая среда и капитал», организованное Международным центром Низами Гяндживи, начавшееся накануне в Шуше, продолжилось сегодня в Гянджи. Иностранные гости посетили мавзолей азербайджанского поэта Низами Гяндживи. Затем было проведено собрание, основной темой которого стало исследование и популяризация ценностей наследия великого азербайджанского поэта и мыслителя. В мероприятие приняли участие более 30 официальных лиц из разных стран, в том числе сопредседатель Международного центра Низами Гяндживи Исмаил Сергельдин и экс-президент Болгарии Розен Плевнилиев, экс-президент Хорватии Ива Йосипович, 75-й председатель Генеральной ассамблеи ООН Волкан Боскыр и другие лица. Низами Гяндживи был не только уникальной личностью, но и поэтом целой эпохи. У него были познания не только в литературе, но и в математике, астрономии. Он отлично знал отрасль права. На Востоке он был очень уважаемым поэтом. Самое главное, он был привержен общечеловеческим ценностям. В ходе международных поисково-спасательных учений Анатолий Анфеникс 2023, проводимых в турецком городе Коня, выполнены практические задачи. По сценарию участники учений выполнили поисково-спасательные мероприятия, эвакуировали потерпевших, крушение членов экипажа. Основной целью является совершенствование знаний и умений военнослужащих, обеспечение взаимодействия и обмена опытом между военнослужащими стран-участниц. В соответствии с планом подготовки на 2023 год в инской воинской части продолжаются учебные сборы военнообязанного незапаса. На сборах были выполнены различные задания с целью повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных. Совместная операция по пресечению противоположных правной деятельности на внешних границах стран СНГ обсудили сегодня в Баку командующие погранвойсками государств СНГ. Темами 86-го заседания Совета командующих стали ситуация на внешних границах, тенденции ее развития, а также совместные действия пограничников в 2024 году. На полях заседания также были проведены двусторонние встречи делегаций. Кроме того, участники встречи ознакомились с деятельностью структурных подразделений Государственной пограничной службы Азербайджана. По итогам заседания Совета командующих был подписан ряд совместных документов. Хочу вас проинформировать, что в повестке дня было предусмотрено 8 основных вопросов. По результатам подписано 19 документов, регламентирующих дальнейшую деятельность и работу Совета командующих. Основное внимание было уделено первому вопросу – это обстановка, складывающаяся на внешних границах государства Содружества. И особое внимание было обращено обстановке, складывающейся на афганском направлении. На сегодняшний день, к сожалению, на этом направлении остается угроза безопасности пограничным ведомствам Центрального Азиатского региона, в целом государствам Центрального Азиатского региона и Содружеству в целом. Отдельным блоком были рассмотрены аспекты совместной научно-исследовательской, образовательной и кадровой деятельности. Одновременно на площадке Совета командующих состоялась рабочая встреча руководителей международно-правовых структур пограничных ведомств, на которой были обсуждены наиболее актуальные вопросы предстоящей разработки программы сотрудничества государств-участниц СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы. Уточнены практические мероприятия, связанные с разработкой нормативных документов, в том числе по поручению глав государств. Мы отрабатываем два основных документа. Первый документ – это программа по укреплению пограничной безопасности на внешних границах Содружества на 2005-2030 годы. И такая работа уже ведется с учетом мнений и позиций всех пограничных ведомств стран Содружества взаимодействующих структур. И второй документ очень важный – это основы информационной политики государств-участников Содружества в пограничной сфере, которая также сегодня разрабатывается для решения именно практических задач. В заседании помимо азербайджанской стороны приняли участие представители пограничных служб России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также исполнительного комитета антитеррористического центра СНГ и других институтов Содружества. Следующее заседание Совета командующих погранвойсками стран СНГ состоится в Армении. Группа компании «Весь Аль-Углу» поддержала проект «Караван подарков», реализуемый фондом «Яшат», приуроченный к Международному дню защиты детей. В рамках праздничной акции «Детям героев войны» передали подарочные наборы с игрушками. Всего проекта хватило до 1700 детей, проживающих в разных регионах Азербайджана. Цель – подарить радость детям героев войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны в 44-дневной войне и окружить их заботой. Сотрудники фонда «Яшат» поздравили нас с Международным днём защиты детей и вручили нам подарочные наборы с игрушками. Спасибо, что помните и заботитесь о нас. В Армении планируется строительство новой атомной электростанции. Её могут сдать в эксплуатацию до 2036 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эти планы правительство неоднозначно восприняли в армянском обществе. В стране и так звучали призывы приостановить работу устаревшей Мицаморской АЭС, построенной в начале 70-х годов прошлого века. Главная проблема объекта – отсутствие защитной оболочки. Несмотря на требования местных экоактивистов и международных организаций, руководство Армении уже заявило о намерении продлить срок эксплуатации АЭС ещё на 10 лет. Мы всё ещё боимся старой атомной электростанции, а нам тут строить новую. Это же опасно, не должно быть такого. Честно говоря, я больше боюсь самого Пашиняна, чем атомной электростанции. Не боюсь я планов Пашиняна. Почему? Да потому что у него всё равно ничего не получится. Ума не хватит выполнить задуманное. Армянское общество устало не только от своих властей, но и от действий всего чиновничего аппарата. В стране продолжаются акции протеста против учинённого ими произвола. Напряжённая ситуация возникла в селе Рогасаван. Недовольство его жителей спровоцировал член партии Николу Пашиняна Сурен Тарасян. Он, по данным армянских СМИ, сбил малолетнего жителя села Армена Саакяна, у которого была диагностирована эпилепсия. Чиновник распылил газовый баллончик ему в лицо и ударил несколько раз дубинкой по голове. В знак протеста люди перекрыли дорогу. Полицейские попытались разогнать толпу демонстрантов. Чаша терпения переполнилась. Каким же подлецом надо быть, чтобы мстить больному несовершеннолетнему ребёнку? Этот чиновник распылил газовый баллончик в лицо ребёнку и ударил несколько раз дубинкой по голове. Не откроем дорогу, пока этому поступку не будет дана правовая оценка. Скандальный чиновник, отправящий партию Армении, был замешан в другом инциденте. Ранён грубо обошёлся с подростком из Карабахского региона Азербайджана. На своей странице в фейсбук Сурен Тарасян с гордостью рассказывал, как высадил из машины мальчика за его критику в адрес Николу Пашиняну. Я ехал в город, у дороги стоял ребёнок. Он поднял руку и я остановился. Он сел в машину и во время разговора заявил, что едет на футбол. Мальчик сообщил, что приехал из Карабаха. Я спросил, как давно приехали. В ответ он начал называть Никола предателем и сказал, что скоро премьер отдастся Ереван. Семья ребёнка, по его словам, работает в госсистеме в администрации села. Не волнуйтесь, такие тряпки будут выброшены из системы. Меня удивило, что ребёнок говорит подобное. Я остановился, открыл дверь и сказал, чтобы он вышел прочь. Оппозиционные партии Франции в среду обсудили вот ум недоверия правительству после того, как спикер парламента заявила, что заблокирует попытку отменить непопулярную пенсионную реформу. Спикер Яэль Браун-Пиве, которая принадлежит к центрийской партии президента Мануэля Макрона, официально занимает нейтральную позицию, подтвердила, что она отклонит на конституционных основаниях предложение о введении нового закона, что привело в ярость её сторонников. Выступая на одном из телеканалов, она заявила, что поправка, предложенная фракцией Лиот в парламенте и поддержанная левыми партиями неприемлема. Спикер обратилась к статье 40-й Конституции, которая запрещает законодательные предложения депутатов, обременяющие государственные финансы. Лиот назвал решение спикера беспрецедентной атакой на права парламента. Объявляя, что голосования не будет, Яль Браун-Пиве признает, что правительство боится. Спикер больше не может гарантировать разделение властей. Очевидно, мы вынесем вот ум недоверие, потому что недопустимо, чтобы подобное оставалось без какого-либо ответа. По меньшей мере, 6 человек, в том числе четверо детей, получили ножевые ранения в результате нападения в городе Анси на востоке Франции. Мужчина с ножом напал на группу детей в возрасте около трех лет в парке у городского озера. Дети находились на утренней прогулке вместе с воспитателями. После нападения на детей мужчина ранил пожилого человека, а при попытке скрыться был сам ранен в ногу и арестован. По данным СМИ в критическом состоянии находятся двое детей и один взрослый. Сидители нападения рассказали журналистам, что мужчина с ножом бегал и хаотично нападал на людей. Полиция подтвердила, что подозреваемый 31-летний сириец, имеющий статус беженца в Швеции. По сообщениям СМИ, у него есть жена и трехлетний ребенок. На место происшествия днем прибыла премьер-министр Франции Элизабет Борн. Национальное собрание Франции объявила минуту молчания во время заседания в связи со случившимся. Сейчас время для экономических новостей. Слово Анастасии Панариной. По итогам 2022 года общий объем товарооборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28%. Положительная динамика наблюдается и в текущем году, за первые четыре месяца которого удалось увеличить взаимную торговлю на 22%. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Алиасада в ходе заседания Совета главправительства СНГ, которое открылось сегодня в Сочи. Премьер-министр отметил растущую актуальность сотрудничества с транспортно-транзитной сферой на фоне нынешних глобальных геополитических вызовов. Была также подчеркнута важность разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Азербайджан, будучи ключевым транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует свою транспортно-логистическую инфраструктуру и готов интенсивнее задействовать свой потенциал для обеспечения возрастающих объемов грузопотоков для нужд наших партнеров по СНГ. Также глава азербайджанского правительства отметил роль Азербайджана в развитии альтернативных источников энергии и реализации множества проектов в данной сфере. Также выражена готовность Азербайджана рассмотреть возможности развития взаимовыгодного сотрудничества по вопросам зеленой энергетической повестки. Помимо этого, премьер-министр подчеркнул роль Азербайджана в проведении в 2025 году третьих игр страны СНГ. Мы располагаем современной спортивной, логистической и туристской инфраструктурой, достаточным кадровым потенциалом. Все эти ресурсы вкупе с абсолютными гарантиями безопасности, которые азербайджанское государство предоставляет всем участникам и делегатам, позволяют констатировать, что соревнования пройдут успешно и на высоком уровне. Рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества в области нефти, газа, нефтехимии и возобновляемых источников энергии между СОКАР и Американским инвестиционным банком СИТИ. Актуальные вопросы были подняты в ходе встречи президент государственной нефтяной компании Азербайджана Робшан Аджаф и главный исполнительный директор банка по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвид Ливингстон. Также стороны обсудили процессы на международных финансовых рынках, рассмотренным потенциальной возможности сотрудничества в области нефти, газа, нефтехимии и возобновляемых источников энергии. А также проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении СОКАР. Партнерские связи между госнефтекомпанией и СИТИ Банком насчитывают более 15 лет и затрагивают, в частности, финансирование ряда стратегических важных проектов, способствующих экономическому развитию и энергетической безопасности региона. Планы ускоренного развития возможностей в сферах транспорта и коммуникации автономной республики обсуждались в ходе поездки в Нахчеван делегаций Министерства цифрового развития и транспорта. Ведомственную экспертную группу возглавил министр Рашад Набив. В ходе проведенных встреч прошло углубленное обсуждение задач, ставящихся государственной программой социально-экономического развития Нахчевана. Документ был утвержден на днях президентом Ильхамм Алиевым и рассчитан на 2023-2027 годы. Госпрограмма предусматривает активное развитие автономии и, в том числе, в перспективе, возможно, превращение Нахчевана в региональный транспортный хаб. В связи с этим делегациями министерства были рассмотрены планы быстрого развития телекоммуникаций, транспорта, цифровизации, мобильной связи, почты и других сфер. Определены направления дальнейшей работы и создана рабочая группа, в функции которой входит планирование необходимых мероприятий и их координация. В Баку открылась выставка под названием «Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство». Здесь представлены товары и услуги компаний, действующих в промышленности, сельскохозяйственной, пищевой, строительной и текстильной отраслях в сферах ИКТ, образования, логистики и других направлениях. А подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Более 150 компаний приняли участие в выставке под названием «Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство». Встречи позволят участникам развивать деловое партнерство и расширят их доступ к рынкам. Также на выставке организованы дискуссии и двусторонние встречи. В целом, деловая и инвестиционная среда в Азербайджане постоянно совершенствуются, так же, как и законодательная база и инструменты поддержки. По словам председателя КОБИА Орхана Мамедова, развитие малого и среднего бизнеса и повышение его роли в экономике является одним из приоритетов в стране. И теперь на освобожденных территориях Азербайджана планируется создать дома МСБ. В январе этого года при участии президента Ильхама Алиева был открыт Бакинский дом МСБ с широкими функциональными и техническими возможностями. Это наглядный пример внимания, уделяемого руководством страны развитию предпринимательства. В ближайшее время мы расширим охват домов малого и среднего бизнеса в других регионах, в том числе на наших освобожденных территориях, сделав услуги доступными для предпринимателей. В настоящее время проект Друг МСБ действует в 41 городе и районе. Государством оказывается всесторонняя поддержка созданию новых и развитию имеющихся структур. Для упрощения доступа предпринимателей к знаниям и навыкам в Баку и регионах запущены и центры развития. В них обучение, консультации и нетворк-услуги предоставляются бесплатно. Сегодня Агентство развития малого и среднего бизнеса получило более 1400 заявок на создание бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана. По словам Урхана Мамедова, около 500 из них поданы иностранными компаниями. Эти цифры свидетельствуют об интересе как местных, так и зарубежных предпринимателей к деятельности в Карабахе. Безусловно, на фоне фискальных и социальных преференций, предлагаемых государством, активность в предпринимательской сфере будет способствовать восстановлению и развитию региона в кратчайшие сроки. Мы продолжаем работу как по продвижению экономического потенциала Карабаха на международном уровне, так и по сбору обращений субъектов предпринимательства, желающих выстроить там бизнес. Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов указал, что в январе-апреле текущего года рост ненефтегазового сектора превысил 3%. Положительная динамика внешнеторговых связей привела к росту экспорта ненефтяных продуктов более чем на 21%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 52%. По словам министра, совершенствование существующих механизмов господдержки и расширение их охвата будут способствовать развитию предпринимательства в Азербайджане. Реинтеграция Карабахского региона в цепочку создания стоимости, реализация потенциала Нахчеванского экономического района на более высоком уровне будут способствовать росту экономики в предстоящие периоды. Были приняты соответствующие государственные программы по обеспечению развития. В Карабахе созданы и открыты для граждан два промышленных парка, принят пакеты льгот, связанных с развитием освобожденных территорий. Такие меры привлекают предпринимателей инвестировать в эти регионы. В сельскохозяйственной сфере над обеспечением безопасности производимой продукции и развитием её экспорта совместно работают агентства продовольственной безопасности и предприниматели. Сейчас снят ряд ограничений на экспорт животных и продуктов животного происхождения. Вскоре ожидается начало экспорта морепродуктов, в частности рыбы, на рынке Евросоюза. Предприятия пищевой промышленности Азербайджана работают над соответствием продукции межнародным стандартом. Это, в свою очередь, способствует увеличению экспорта отечественной продукции. В правовой плоскости ведется работа по упрощению процедур экспорта и применению нормативов для выхода на иностранные рынки. Сегодня Азербайджан достиг прогресса и в поставках за рубеж животноводнической продукции. Получено разрешение на экспорт шерсти, кожи, лягушачьих лапок и улиток в Европейский Союз. Проведены мониторинги и приняты необходимые меры для получения страной статуса свободной от чумы мелких животных. Отмечено, что агентство строит свою работу на принципах партнерства с предпринимателями – прозрачности и подотчетности. Для информирования их о системе продовольственной безопасности в рамках государственно-частного сотрудничества создан ряд бизнес-ассоциаций. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что экономика Турции в этом году вырастет на 3,6%. Ожидания экспертов связаны с новым сформировавшимся кабинетом правительства. В частности, сейчас внимание направлено на министра финансов и казначейства Турции Мехмета Шимшека. Вступая в должность, он заявил, что макрофинансовая стабильность станет главным приоритетом страны и подчеркнул, что снижение инфляции до однозначных значений является жизненно необходимым. По мнению Мехмета Шимшека, основной целью нового правительства будет повышение социального благосостояния. И у независимых экспертов хорошее ожидание в связи с приходом нового министра финансов. Мехмед Шимшек – очень уважаемый человек в экономических кругах Турции. Он сделал заявления, в котором были очень примечательны с точки зрения экономических сообществ, предложения. Теперь мы ожидаем скорого изменения экономической бюрократии. Мы ожидаем, что соберется команда, которая откроет двери инвесторам с международным опытом, признанным на мировом уровне. Мехмед Шимшек работал экономистом в очень значительном инвестиционном банке в лондонском отделении Мерил Линч. Мы ожидаем, что среднесрочная программа, которую он планирует осуществить, оздоровит бюджет. Турция установит новые экономические цели по деинфляции, росту дефицита, счета текущих операций и экспорта. Но надо понимать, что это будет непросто. Ведь страна пережила разные периоды в экономике. Кризис 2008 года, пандемию, разрушительные землетрясения. Накануне были временно прекращены продажи доллара, что спровоцировало снижение курса лиры. Но уже сегодня, как сообщает агентство Bloomberg, турецкие государственные кредиторы вернулись к поддержке лиры. Аналитики предполагают, что назначение Мехмета Шимшека может означать отход от экономической политики, основанной на низких процентных ставках. И это несмотря на высокую инфляцию. Мехмед Шимшек и его команда могут вывести турецкую экономику из негативной ситуации, в которой она находится. До выборов было давление на обменный курс. Турция его удерживала. В качестве первого действия Мехмета Шимшека был выпущен обменный курс, который пошел вверх. Теперь от министра и его команды ожидается трансформация в обычную экономическую политику, которую мир может понять и интерпретировать. Слова господина Шимшека показывают, что будет правый поворот. Первый шаг сделан, давление на курс снято. Ожидается, что в Центральный банк будет назначен новый президент, с которым процентная ставка будет значительно повышена. По мнению экономиста, учетная ставка Центробанка Турции может быть поднята с нынешними 8,5% до 25%. Если это произойдет, то это будет иметь важное значение для начальной стадии новой экономической политики, подчеркивает Рахим Ак. Он не исключает вероятность, что эта инфляция может продолжить увеличиваться. В этом случае турецкой экономике придется столкнуться со сложностями, но в будущем это принесет стране положительный эффект, заключает эксперт. Столица Казахстана принимает международный форум на тему преодоления вызовов через диалог по пути сотрудничества, развития и прогресса. Для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в Астану съехались более тысячи иностранных гостей. Это главы государств и правительств, руководители международных организаций, таких как ШОС, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ВТО и крупнейших компаний, инвесторы и ученые из 40 стран, политические деятели и эксперты. Повышенное внимание на форуме уделяется вопросам экономического взаимодействия. А вот подробнее расскажет моя коллега Далия Насип. Далия, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста. Добрый вечер. Да, Астана на два дня стала центром протяжения для политиков, предпринимателей, ученых, инвесторов из 40 стран мира. Работу форума сегодня открыл президент Касабжмар Тукаев. В своей речи он отметил, что Астанинский форум это прежде всего площадка для выстраивания диалога. Казахстанский президент подчеркнул, что миссия международного форума включает пять основных задач. Это открытое обсуждение сложившейся ситуации в мире, определение основных вызовов и кризисов, противостояние им обновления и восстановление общей культуры многосторонних отношений, а также усиление голосов, поддержку мира, прогресса и солидарности. Также он отметил, что Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом в Центральной Азии, оставаясь надежным торгово-экономическим партнером. В страну поступают инвестиции и сегодня министр сельского хозяйства рассказал, что больше всего в казахстанскую агросферу вливают деньги Евросоюз, США, Китай и Россия. И вот теперь Катар намерен построить в Казахстане завод по переработке зерна. В этом году Минсельхоз планирует ввести 290 инвестиционных проектов. Актуальные вопросы изменения климата и проблем с водой также поднял сегодня Кассажмар Крукаев. По его словам, в 2050 году уровень воды в двух реках, Сырдарья и Амударья, снизится примерно на 15%. И чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, он призывает выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Орала. Участники панельных сессий также обсуждали зеленую энергетику, возобновляемые источники энергии, здравоохранения, центрально-азиатское сотрудничество технологии и искусственные интеллекты. Также другие важные темы. Форум будет идти и завтра. Всего в нем принимает участие около 400 представителей из 40 стран. Благодарю, Далия. Спасибо большое. Напомню, что с нами на прямой связи была Далия Насип, корреспондент из Казахстана. Ну что ж, на этом у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Эльнара. Ну что ж, спасибо большое, Анастасия. Анастасия панельно представила рубрику «Финтаймс» и «Карбаре». Ну и в завершении состоялся второй этап велогонки «Азиз Шуша», который прошел по маршруту Габала Шике Габала. Его победителем стал нидерландец Люк Штурман. С вторым стал болгарин Николай Генов. Замкнутый тройку лидеров китайский велогонщик Жульен Троирю. Длина маршрута составила более 176 километров. Всего велогонка включает в себя пять этапов, заключительный из которых пройдет по маршруту Бейлаган-Шуша. Гонка носит лицензионный характер к летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. К этому часу пока что все. Оставайтесь вместе с нами, чтобы быть в курсе событий. В течение нескольких минут смотрите передачу «Экономика дня». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова